Разве это не интересно, что один из самых непонятных стихов в Библии является предметом стольких разговоров и спекуляций? Разве это не интересно, что стих, который абсолютно никак не касается нашей повседневной жизни, настолько волнует многих людей? Кто такие нефилимы? Во-первых, ивритский термин «нефилим» имеет непонятный смысл. Оно происходит, очевидно, от корня на «фал», что значит «падать». Но тот же самый термин можно использовать в отношении выкидыша, ребенка, который был потерян. Некоторые предполагают, что это ангелы, которые пали, потому они называются падшими. Некоторые говорят, нет, они были жестокими хищниками, которые нападали на других людей. Поэтому на основании только ивритом мы не знаем точно. Но что сказано в «Бытие 6.4»? Он находится в центре спекуляций. Он говорит следующее. «Бытие, глава 6, стих 4. В то время были на земле исполины нефилимы. Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле, славные люди». Итак, мы знаем, что все эти люди были уничтожены потопом, потому что только семья Ноя выжила. Но, тем не менее, мы читаем о нефилимах во время блуждания по пустыне и когда израильтяне столкнулись с землей Ханаанской. Нефилимы, Анакимы и Рефаимы, которые все принадлежали к нефилимам, которые были расой великанов. Откуда они появились? Окей, мы не знаем наверняка. Но вы можете поспорить, что текст говорит нам, что сыны Божьи, что относится к ангелам, а не к благочестивым людям, но к ангелам, ангельским существам, которые называются сынами Божьими, как в книге Иова, что это ангелы, которые пали, и затем они брали женщин себе в жены. Это то, о чем говорит иврит. Они совокуплялись с женщинами, брали их себе в жены, и проявлялось потомство. И это потомство появилось как раса великанов. И что то же самое случилось после потопа. Вы можете утверждать это, поскольку эти великаны после были теми, кто были особенной целью для Израиля, подлежащей уничтожению, потому что они были своего рода помесью. Вот насколько далеко я могу зайти в своих предположениях. Сверх того, мы просто не знаем. И те, кто хотят рассказывать о нефилимах сегодня, или даже связывать нефилимов с космическими кораблями, и пришельцами, и подобными вещами, я не знаю, откуда они вообще это берут. Итак, библейский текст вот. Он говорит нам немногое. Давайте не будем пытаться слишком глубоко вчитываться в него.